На полях растеневодческого подразделения промагры завершилась посевная кампания. Перечень культур стандартный. 2200 гектаров кукурузы, 2100 сои, примерно столько же ячменя и 800 гектаров подсолнечника. Для нужд овцеводческой кампании еще полтысячи гектаров засеяли многолетними травами. Это в основном бобовые люцерна, небольшая площадь 57 гектаров с парцета и порядка 50 гектаров злаковых трав. В основном это высокопротеиновая культура люцерна. Сейчас у аграриев не менее важный этап сельскохозяйственных работ. Профилактика борьбы с сорняками, вредителями и болезнями. Это обработка посева гербицидами, фунгицидами, инсектицидами. Будем работать с микроудобрениями. Бороться с сорняками, вредителями и болезнями. Это самый главный этап в нашей работе. Новая современная техника позволяет одному механизатору за сутки даже в ветреную погоду обработать до 350 гектаров посевов. У самоходного опрыскивателя «Джон Дир» умная штанга шириной 30 метров. Объема бачка хватает на 30 минут работы. Штанги, датчики в нем стоят. Пять датчиков, получше чуть штанги. Регулируется он сам и все. Вот препятствия он поднимает. Штангу сам регулирует, как положено. Техника вообще высшая. В этом году землепашцам приходится трудиться в сложных погодных условиях. Холод и постоянная облачность не способствуют росту растений. Да и хорошего дождя до сих пор не было. Земля сухая. Буквально, наверное, через дней 10 мы приступим к заготовке кормов для отцовольской компании. Это сено, сенаж. В этом году год очень сложный. Погодные условия тяжелые. Не хватает тепла. Поэтому многолетние травы развиваются сложно. И будем бороться за каждую тонну кормов. Коллектив агрофирмы «Роговатовская Нива» опытный и к битве за урожай готов. Петр Халеев – механизатор с 40-летним стажем. Каждый сезон завершается рекордными показателями. В гараже агрофирмы нет такой техники, на которой бы Петр Иванович не работал. Привода сейчас, деревья пораспустились. Сходы пошли. Соя, ячмень, все. Подсолнечник, кукуруза. Везде пошли сходы. Зеленеет поля. Зарплата нормальная. Условия нормальные. Трактора нормальные. Работать можно. Нравится, интересно. Новая техника. Вообще хорошая техника. Комбайн Джандиер. Трактор Джандиер. Фотография Роговатовского землепашца, передовика производства Петра Халеева, занесена на Аллею трудовой славы в Белгороде. Такой чести были удостойны 34 предприятия и 32 труженика из разных уголков Белгородской области. Трудности лучше и отношения лучше. Уважают лучше. Думаю, и этот год будет хорошие показатели. Работаю. Люблю. Если бы не любил, я бы не работал. В город не пошел, работаю в деревне. У меня и отец был такой, в деревне. Работал. Ну, и механизатором он работал, потом бригадиром работал. Я пошел с ним, маленький, катался на тракторах. И понравилось мне, не пошел никуда больше. Решил здесь остаться. Совсем скоро Петру Халееву исполнится 60. Однако на пенсию ходить не планируют. Пока есть здоровье, будет работать в поле, ставить новые рекорды. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова